100 тысяч подписчиков. Друзья, мы с вами это сделали. Хедлайнеры пробили 100 тысяч подписчиков в 23-м году. Поэтому цель этого видео очень простая. Я хочу, первое, пригласить вас на ивент. Сейчас я расскажу о том, как он, где он, что будет проходить в честь празднования 100 тысяч подписчиков на хедлайнерах. Это очень важная цифра для меня, для команды, и мы хотим это реально очень мощно отметить. И второе, я хочу прям покопаться в аналитике, показать вам вообще те цифры, прям внутрянку хедлайнеров, что мы видим у нас в студии, что происходит по просмотрам, по удержанию, по контенту, для того, чтобы вы вообще увидели все. Поэтому погнали. Давайте сразу начнем просто с анонса. Что мы придумали? Маленькая вообще предыстория. В принципе, уезжая в кругосветку еще в апреле 2023 года, я уже понимал, что до конца года мы дойдем до 100 тысяч подписчиков. И это было как-то, знаете, типа определенной степени predictable, прогнозируемо. Но потом, когда мы эту цифру достигли, уже вот было там 95 тысяч, мы поняли, что это надо отмечать. Что мы делаем? Я, соответственно, нахожусь в Дубае, и мы решили организовать просто крутейший эвент в Дубае. Можно сказать, что это будет какая-то встреча с подписчиками, или это просто будет празднование. Мы постараемся сделать крутейший эвент в пустыне, на который мы пригласим множество интересных ребят. И скрипты в первую очередь. Наверное, ну не только скрипты. Может быть, кто-то из медики, там из YouTube, из Instagram в том числе нас поддержит. И мы просто соберемся с вами и реально просто потусим. Возможно, какие-то мы сделаем прикольные выступления, но в целом это просто пообщаться, познакомиться в неформальной обстановке. И если все получится, то сжечь вот эту фигуру, хедлайнер и наш логотип, как, соответственно, это было на Burning Man. Какой формат? Я понимаю, что все проводят конференции в Дубае или какие-то эвенты. Это там ресторан, кафешка, клуб или еще самая популярная тема собрать яхту. Я понимаю, почему. Потому что это просто. Приехал в центральную локацию, выехал на этой яхте. Все логично, просто понятно. Но мы хотим сделать необычное, мы хотим сделать по-другому, и поэтому будет выезд в пустыню. Как я это увидел, как задача поставлена команде, чтобы мы выехали целенаправленно. То есть будет какой-то локейшн, куда можно будет просто приехать, прыгнуть, условно говоря, там на машину, на которой будет наша машина предоставлена, и вас отвезут к нам там куда-то в пустыню. То есть задача где-то вечером, да, там под закат, собраться в каком-то локейшн, и потом уже даже с наступлением темноты, чтобы горели, соответственно, факелы. Кругом было большое количество огня, были какие-то там, условно, пуфики, на которых можно посидеть, отдельный бар, да, то есть кейтеринг, все понятно. И какая-то, ну не могу назвать это сцену, то есть фигура наших хедлайнеров, где мы просто с вами в формате в прикольном, дружелюбном, в необычном пообщаемся, поздаем друг другу вопросы. Просто какая-то прикольная дружелюбная основка в честь празднования ста, ну как проходит любой там нетворкинг-эвент. Однозначно мы сделаем, чтобы машины также на выезд были всегда доступны, то есть чтобы любой человек, условно говоря, там почти в любой момент мог собраться уехать из этой пустыни, кто-то приедет на своей. Ну вот сделаем такой вот формат дружелюбного мероприятия. Так что кому интересно, короче, обязательно кто хочет поучаствовать, заполняйте небольшую формочку в описании, мы сделаем формочку, типа принять участие в ивенте. Чтобы нам примерно понимать, какое количество человек будет, я думаю, что мы соберем плюс-минус, может быть, 100-150 человек вот на такой формат мы планируем само мероприятие. Теперь давайте разберем по цифрам, у меня вот здесь вот стоит запись экрана и что мы сделали за этот год, мы сделали огромную работу, то есть вот я вывел статистику за 365 дней. И давайте начнем с суперинтересной цифры, что сейчас статка такая, что за последние только 48 часов, да, наш канал посмотрело 222 тысяч человек. То есть прикиньте, мы генерируем примерно 100-110 тысяч просмотров каждый день. Это огромная цифра в нише крипты, я даже не знаю, кто такие же цифры делает или нет. И это внимание только на Ютьюбе, мы не берем там Инстаграм, там ТикТок, другие какие-то площадки. Значит, за весь год мы сделали 22 миллиона просмотров. Прикиньте, это огромная цифра. Люди потратили на наш контент почти миллион, да, часов. 861 тысяча часов. Вдумайтесь, 861 тысяча часов, я даже боюсь это пересчитывать в какие-то там дни, недели, года, ну то есть это просто, это огромное количество лет. Ну и мы получили 76 тысяч подписчиков за год, то есть фактически, смотрите, какая интересная остатка, что обычно для Ютьюбера самое сложное добежать до первой тысячи подписчиков, потом добежать до 10 тысяч подписчиков занимает год. И вот третий год мы там, условно говоря, пробежали там огромный путь. Дальше, по идее, это все будет ускоряться. Но вообще количество подписчиков, такая метрика странная, она чаще всего, знаете, на что отвечает? На то, сколько времени вы на Ютьюбе. То есть очень можно увидеть, что количество просмотров решает, и я понимаю, что мы реально сейчас, ну как бы в тренде, потому что количество подписчиков, это метрика, которая определяет только то, сколько ты времени на Ютьюбе. А вот то количество, которое получают твои ролики, которые как бы просматриваются, это то, насколько это все дело актуально. Давайте заглянем здесь немножко дальше, да, я не хочу смотреть какой-то, может быть, самый популярный контент. Из интересной статки, что увидел? Мы с Shorts получили 28 тысяч подписчиков, то есть это говорит о том, что треть или, да, примерно треть подписчиков, кто пришел к нам за этот период, пришли к нам с Shorts. И при всем при том, что мы получили 18,6 миллионов просмотров оттуда, то есть большую часть, 80% просмотров нам сгенерировали Shorts. Хотя на видео, конечно же, приходится 3,3 миллиона просмотров и огромная, мне кажется, огромная вообще для рынка средняя продолжительность просмотра это 12 минут 40 секунд. Это прям просто бешеный параметр. Что касается аудитории, здесь очень интересная есть статка. Значит, у нас до сих пор без подписки нас смотрит 77% человек. То есть насколько это крутая цифра, что получается, что наша аудитория очень сильно бьем в широкую аудиторию. Я знаю, что в крипте все наоборот. В крипте обычно 80% смотрит своя аудитория, 20% новая. У нас же, как видите, все это работает по-другому. Аудитория в основном это мужчины, 90% мужчин. И я рад, что среди нас есть 10% женщин. Еще есть что-то 0,2% определенного пользователя. Я не знаю, кто это такие, может, те, кто не определился. И, конечно, наш корр аудитории это 25-34. Затем идет группа 18-24, 35-34. То есть фактически хедлайнер это площадка, которую смотрят мужчины. Активное, работоспособное, самое максимально бизнесово активное население как бы нашей страны. Это прикольно. Но давайте посмотрим. Ладно, с точки зрения дохода тут все понятно. Типа 3,5 тысячи долларов за год. Ну, прикольные цифры. Вот последние деньги заработали сейчас. Но в целом мы на это, конечно, даже не ориентируемся. Не буду углубляться дальше. В целом это очень прикольно. Давайте разберем только несколько последних теперь роликов. Вот возьмем ролик, который, например, недавно залетел. У нас залетел точный ролик про трейдинг. Вот, например, с Русланом. Стоит отметить, что прикиньте, какие показатели могут быть, когда все это пробивает. То есть меньше, чем за 20 дней мы сделали 146 тысяч просмотров на ролике про трейдинг. Причем большинство контента, показов именно из рекомендуемых видео. Как видите, этот ролик вообще максимально летит. Его очень круто смотрят. И мне здесь очень интересен охват, что этот ролик уже, уже, прикиньте, за 19 там с лишним дней увидело 2,2 миллиона человек. То есть это значит, что вот эта наша обложка, наша картинка, да, вот эти наши там лицо, мое лицо Руслана увидело 2,2 миллиона человек, что, конечно же, не может никак не будоражить на самом деле цифры. Я понимаю, что в крипте мы действительно делаем очень большие вещи. Давайте завершать. Мы прошли этот гешталь, да, мы как бы закрыли эти 100 тысяч подписчиков, сделали вот эти вот чумовые цифры. Вот я вывел сейчас только что статку за последние 30 дней, да. То есть это только 3 миллиона просмотров мы сделали за последний там месяц. И дальше интереснее, что я вам скажу. И знаете, почему это получается? Я думал, потому что я вот часто говорю фразу, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Фишка в том, что вот эти хедлайнеры, это до сих пор, мы сейчас не считали деньги, мы только-только вывели этот сейчас проект уже в плюс. Нам нравится это делать, черт возьми. То есть мы кайфуем от вот этого процесса съемок, от общения с новыми людьми. Честно скажу, мы не используем на самом деле 80% возможностей, которые нам предоставляют гости, да. То есть каждый гость приходит, у них какой-то свой продукт, какая-то идея, что-то концепция. С кем-то можно коллабиться, что-то делать. И мы, честно говоря, это не используем. Это наш огромный, огромный минус. Можно гораздо больше это принимать. Но мы будем стараться. Поэтому, друзья, что у вас на мероприятии? Кто в Дубае? Я думаю, что специально вряд ли кто-то прилетит. Но кто в Дубае, кто нас смотрит, обязательно приезжайте. Кто хочет принять участие в подкасте, ссылочка на заявку, на анкету, на подкасты есть в описании. Кого интересует клуб, кто хочет двигаться вместе с нами, тоже ссылочка есть в описании. Ну и самое главное, друзья, чем бы вы ни занимались? Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.